Привет друзья! Сегодня мы продолжаем сравнение двух топовых флагманов от компании Xiaomi Mi 11 Ultra и 12s Ultra. Как и обещали, в этом видео мы подробно разберем возможности камер двух лучших фотофлагманов компании. Проверим, как снимает смартфон с первым в мире дюймовым мобильным сенсором, есть ли реальный толк от оптики Leica, заценим крутую работу оптического и цифрового зума и разберемся, действительно ли 12s Ultra настолько хуже своего предшественника, как заявляют нам об этом специалисты DxOMark. А перед началом хотим поблагодарить магазин гаджетов BigGeek за предоставленный на обзор 12s Ultra. Девайсы Xiaomi, Apple, Samsung и прочие крутые бренды можете смело приобретать у ребят. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а мы начинаем. И по традиции открывает нашу битву камер самый легкий тест – дневные снимки на основной модуль. Напомню, Mi 11 Ultra получил 50 мегапиксельный Samsung GN2, а 12s Ultra – новейший дюймовый датчик Sony AMX 989 на те же 50 мегапикселей. Для обеспечения максимально равных условий мы снимали в режимах по умолчанию без каких-либо фильтров и из огромного количества кадров постарались выбрать наиболее показательное. Днем оба смартфона выдают отличное качество снимков. Высокая детализация, верная цветопередача и широкий динамический диапазон. Чаще всего оба девайса показывают идентичные дневные результаты. Единственный момент, который можно отметить – это чуть более светлые снимки у 12s, как на этом примере. За счет чего темные участки более различимы, и та же теневая стена у торгового центра показывает больше деталей. Но на мой взгляд это совсем не существенно. Следующий снимок уже более интересный. И тут мы впервые встречаемся с результатом работы у лучных линзатлейков 12s Ultra, которые устраняют агрессивные блики. Кроме того, новинка лучше поработала с небом и мы четче видим каждое отдельное облако, в то время как у 11 Ultra сплошное серое небо. Ну и при кропе нужно отметить, что по части детализации у нас снова ничья. А вот в условиях уже более позднего заката на мой взгляд лучше справился 11 Ultra. Атмосфера передана идеально и практически идентична реальному положению вещей. Более того, город на переднем плане также светлее и соответственно более разборчивее и детальнее. Но дневные снимки на основной модуль не настолько сложная тема и в подобных условиях неплохо справились бы и смартфоны попроще. Так что давайте оценим возможности 48 мегапиксельного телевика с 5-кратным оптическим зумом и поддержкой цифрового кропа до 120. К слову, у наших испытуемых он абсолютно идентичен. Такой карманный бинокль в разы увеличивает шансы удачно снять удаленный сюжет или например увидеть какую-либо информацию, которую на расстоянии уже так просто глазами и не различишь. И в первой паре снимков меня неприятно удивил 12S Ultra, который перекрутил насыщенность и выдал максимально далекий от реальности кадр. 11 Ultra же справился с задачей и показал весьма реалистичные цвета. Ну а по части детализации оба флагмана сработали отлично. Следующие снимки в целом подтверждают результат предыдущего. Мы очередной раз видим отличную детализацию, но ошибочную работу с цветом у 12S Ultra, который каждый раз вводит снимки в желтый, что очень далеко от оригинала. Кстати, 5X вполне можно использовать для съемки портретов. Телевик обоих смартфонов позволяет делать качественные снимки с естественным размытием заднего фона. В целом, опять же результаты у смартфонов идентичны. Однако в данном случае алгоритмы 12S вероятно ошибочно принимают текстуру шерсти за шумы и сглаживают их, за счет чего частично теряются детализации. У 11 Ultra, как видим, такой проблемы нет. В продолжение темы зума предлагаю пойти еще дальше и посмотреть примеры снимков до 20X, где в дело уже вступает цифровой зум. Как мы видим, снимки при 20-кратном приближении выглядят весьма неплохо, однако стоит заметить, что 11 Ultra здесь лучше поработал с шумами. И в продолжении темы зума проверим экстремальное приближение до 120. В прямом сравнении, начиная с дальних планов и до максимального приближения, оба смартфона выдают опять же идентичные кадры. А вот на 120-кратном зуме сразу же видно, что снимок 11 Ultra получился более удачным, нет лишних шумов, как и в случае с 20X. При этом объект съемки вполне различим. Ну а для большей наглядности рассмотрим локацию, начиная со снимка на шире. Во втором сравнении результат практически идентичный и 11 Ultra на максимальном кропе выдал чуть меньше шумов. Впрочем, здесь уже не настолько критично и все вполне отчетливо и разборчиво на обоих снимках. Но лучше всего оба смартфона себя показали при 120-кратном зуме при съемке текста. Алгоритмы как бы дорисовывают недостающие детали и на выходе мы имеем отличную читаемую надпись, которую невооруженным глазом и не заметишь. В целом результат цифрового 120-кратного зума, разумеется, не сгодится для публикации в соцсетях, например. Однако практическая польза от него все-таки есть. Благодаря такому зуму оба смартфона способны снять настолько дальние объекты, которые попросту не видны человеческому глазу. Далее предлагаю ценить работу ультраширокоугольного объектива. Как и в случае с телевиками, ширики у наших испытуемых идентичные и имеют довольно большой по сравнению с другими моделями Xiaomi угол обзора в 128 градусов, за счет чего захватывают еще больше объектов. Как видим, по детализации результат очередной раз абсолютно одинаковый. Правда, иногда в силу разных алгоритмов цвета могут некритично различаться. К моему огромному огорчению, макро модуля ни в одном из наших фотофлагманов нет и при включении режима макро тупо используется ширик, который уж точно не выдаст ничего особо интересного. Так что при необходимости более лучшего результата можно добиться с помощью того же основного объектива с использованием небольшого цифрового зума. Либо, в крайнем случае, можно получить неплохое макро с помощью телевика, однако сфокусироваться получится на расстоянии не менее 1 метра. Ну и закроем вопрос дневной съемки разбором возможностей селфи камер. И здесь у нас соревнуется 32 мегапиксельная камера 12 с ультра с 20 мегапиксельной у 11. И первое, что бросается в глаза, это ожидаемое отглаживание кожи. В остальном же снимки неплохие и достаточно детализированы. А в случае с 11 ультра цвета более приближена к реальности. Портретный режим также неплохо срабатывает при съемке селфи. Правда, идеально справиться с отделением от фона моих пушистых волос не вышло ни у одного из смартфонов. Но здесь у Mi 11 ультра есть очевидное преимущество перед новичком. Это возможность сделать селфи на основную камеру благодаря небольшому дисплейчику сзади. Фишка удобная, и фото на основную камеру ожидаемо получаются лучше чем на любую фронталку. Далее один из самых интересных тестов – ночная съемка, где в полной мере раскрываются все фотовозможности и недостатки наших испытуемых. Итак, поздний вечер и на первый взгляд фото снова идентичны. Разницу в детализации и цветопередаче заметить практически невозможно. Далее снова похожие кадры, но обратив внимание, например на асфальт, можно заметить небольшую разницу в цветопередаче. 11 ультра явно слегка желтит. А вот 12 с ультра в свою очередь более точно передает все многообразие оттенков локации. Да и в целом, кадр с новичка, на мой взгляд, выглядит интереснее. Очередные похожие по общему плану снимки, но уже с более заметной разницей при детальном разборе. Чуть кропнув, можно заметить у 12 с ультра более точную обработку контура вывески, а также разборчивые детали внутри витрин. Но это опять же не сильно критично. Так что берем более сложную по свету ночную локацию и видим еще больше заметных отличий. Как и в случае с дневными снимками, в темных условиях лучные линзы лейка отлично компенсируют блики от ярких ночных фонарей, что особенно заметно на контрасте с кадрами 11 ультра. Кроме того, обновленные алгоритмы в двенадцатом флагмане точнее передают атмосферу локации и темное ночное небо. Ну и наконец еще сильнее усложним задачу и рассмотрим уличные снимки глубокой темной ночи. И здесь различия еще более очевидны уже даже на общем плане. В то время как у 12 с отчетливо видна глубина снимка, где то объекты светлее, то темнее, у 11 ультра как будто все равномерно освещено, от неба до деревьев. И за счет этого фото выглядит неестественным и плоским. Далее более показательный пример, где в условиях практически полного отсутствия света раскрывается еще одна интересная разница между смартфонами. 12s снимает с максимальной автоматической выдержкой в 3 секунды, а 11 – 5 секунд. За счет чего фотки у 11 ультра получаются светлее, захватывается больше деталей, но и теряется атмосфера. А иногда и вовсе выдает очень странные результаты, будто жаркий солнечный день. А для наглядности и понимания реального освещения предлагаю оценить насколько темно эта локация выглядит вживую. Впрочем, данная особенность с более длинной выдержкой 11 ультры нередко играет ей на руку. И к примеру, в данном случае общая атмосфера как мы видим получилась схожей, однако у 11 ультра остаются еще разборчивыми живая изгородь и отдельные лепестки на переднем плане. Ну и наконец самый сложный вызов для камер – практически полное отсутствие света в помещении. И наконец-то здесь и раскрывается вся прелесть огромного дюймового датчика в 12s ультра. Как видим, несмотря на то, что 11 ультра снова делает более долгую выдержку , снимки получаются светлее и разборчивее именно у 12 ультры. К слову, даже невооруженным глазом предметы съемки выглядят на порядок светлее. Приятным бонусом хотелось бы отметить отдельный режим Суперлуния с 60-кратным приближением. Вот так видит камера Луну в обычном режиме, а вот так обрабатываются размытые края с помощью алгоритма Суперлуния. Кстати, рассмотреть все снимки в исходном качестве вы сможете по ссылке в описании. Фото возможности оценили и самое время сравнить видео. Напомню, что оба смартфона разумеется получили оптическую стабилизацию, причем не только на основной модуль, но и на телевик. При хорошем дневном освещении на общем плане ожидаемо нет никаких критичных отличий. В обоих случаях видеоряд получается на отличном уровне. Хорошая детализация, динамический диапазон и плавная работа гибридной стабилизации. Единственное, в некоторых случаях при прямом сравнении картинка у 12S выглядит слегка насыщеннее. Однако, как мы и говорили в предыдущем видео, из-за не самой лучшей оптимизации железа 11 Ultra грешит принудительным сбросом частоты кадров до 30 фпс из-за нагрева свыше 40 градусов. Так что долго поснимать в 60 фпс не получится, особенно в жаркую погоду. В случае с более холодным железом 12S Ultra такой проблемы нет и снимать видео можно любой продолжительности даже при 60 кадрах в секунду. Также из интересного хочется отметить, что обе модели поддерживают возможность переключения между объективами прямо во время записи видео в 30 фпс. Таким образом можно начинать съемку с ультраширика и переключаясь между основным и телевиком получать зум до 15 крат. Более того, 12S Ultra способен переключаться между объективами даже при 60 кадрах в секунду, в отличие от предшественника. И наконец, один из самых сложных тестов, на котором сыпятся многие флагманы. Ночная видеосъемка. И здесь мы сразу же видим существенные отличия. Видео с 12 Ultra получается значительно темнее даже несмотря на более крупный дюймовый размер модуля. Вероятно, одиннадцатый фотофлагман пытается просто программно вытянуть освещение по максимуму и захватить больше деталей. И в условиях полного отсутствия света это действительно играет ему на руку. В то время как у 12S Ultra изображение уже совсем не разборчивое, одиннадцатый выдает вполне читаемые образы. Кстати, получить более светлое видео можно с помощью специального режима ночной съемки Ultra Night Mode, который снижает частоту кадров видео до 24, повышая их выдержку. Активируем этот режим на обоих смартфонах и видим, что результат 12S Ultra при полной темноте уже становится вполне разборчивым. Однако все равно немного уступает по яркости одиннадцатому. С другой же стороны, такая особенность усветления видео у Mi 11 Ultra нередко может испортить картинку со светами, как например здесь. Кроме того, порой на видео и вовсе получается неестественное мерцание и шумы в небе. В Xiaomi 12S Ultra в этом плане передают более чистое изображение и атмосферу глубокой ночи. Кроме того, в пользу новинки играют и линзы Leica, которые заметно лучше справляются с бликами от фонарей, как это было и в случае с фотографиями. В целом, оба смартфона справляются с ночной съемкой на достойном уровне и показывают хорошие результаты по части детализации, цветопередачи и стабилизации. Тем не менее, назвать однозначного победителя здесь сложно. У каждого свои сильные и слабые стороны, которые прежде всего завязаны именно на алгоритмах. И что же по итогу мы имеем? За все время тестов мы очень сильно старались найти какие-то супер критичные различия между нашими испытуемыми и подтвердить выход на качественно новый уровень фото возможностей Xiaomi 12S Ultra. А по факту оказалось, что старенький Mi 11 Ultra, что новичок серии 12S снимает по-настоящему круто, но весьма похоже. По большому счету в дневное время кадры просто идентичны и только в некоторых случаях цветопередача может слегка отличаться, причем иногда интересней у 11 Ultra. Ночные фото также нередко получаются схожими и здесь можно разве что сказать, что у 12S чаще получается верно попасть в атмосферу ночной локации. Ну а сам по себе дюймовый датчик раскрывается разве что только при полной темноте, вдвое более светлые и разборчивые результаты. В плане видео разница заметна опять же только ночью. 11 Ultra выдает более светлые результаты, а 12S Ultra в свою очередь точнее сохраняет атмосферу. Ну и наконец, хваленые линзы от Лейко хоть и не критично, но тоже помогают получить более чистые кадры без ярких бликов, когда в объектив напрямую попадает источник света. В общем, назвать 12S Ultra с первой в мире дюймовой камерой каким-то действительно революционным прорывом крайне сложно, по крайней мере на фоне его предшественника. Возможно именно поэтому компания Xiaomi и не решилась в этом году отправить свой новый флагман специалистам DXU Mark, понимая, что по факту новинка недалеко ушла от 11 Ultra. Ну или же все дело таки в репутации этого ресурса. А как считаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну и конечно же подписывайтесь на канал, это очень мотивирует нас и дальше стараться над интересным контентом для вас. Спасибо за просмотр, пока-пока.